Дмитрий Ефремов, доцент кафедры международных отношений Национального университета Киева-Могилянская академия, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, вот не дает мне покоя заявление главы китайского МИДа о том, что у Соединенных Штатов неправильное представление или ложное представление о Китае. Может быть прав Ван И, и на самом деле все эти обвинения Блинкина, союзников по НАТО, Украины в том, что Китай торгует товарами двойного назначения, может быть на самом деле все не так? На этот вопрос однозначный ответ дать сложно. Для китайской культуры вполне приемлемо определенное такое двоемыслие или же трансляция вовне каких-то одних мессенджей и поведение в соответствии с другими какими-то принципами, интересами или устремлениями. И мы, европейцы, не можем очень часто отличить, когда же на самом деле китайцы искренние, когда они, скажем, лукавят. Поэтому на внешнеполитическом курсе все страны в отношениях с Китаем придерживаются консервативной линии, консервативной позиции. То есть доверие к Китаю очень небольшое, и из-за этого даже сам Китай очень часто страдает. То есть иногда мы можем допускать, что его лидеры обращаются к миру с какими-то искренними или позитивными, добросовестными мессенджами или сообщениями или инициативами. Но поскольку степень доверия к Китаю невысокая, поскольку в прошлом были очень большое количество прецедентов того, что действия Китая расходились очень сильно с его заявлениями, либо декларациями, это все подрывает доверие к Китаю, двусторонние отношения. Но я хотел бы также отметить, что вот эта тенденция к недоверию, она самоусиливается. И в результате все мы в западном мире сейчас живем, скажем, в такой специфически сконструированной атмосфере, которая по дефолту исходит из того, что Китаю доверять не следует. И эта атмосфера, она сама усиливает себя. То есть, когда мы повторяем регулярно про то, что Китай – это угроза, Китай – это некая страна с злыми намерениями и так далее, это все приводит к тому, что любую информацию про Китай мы уже воспринимаем с подозрением, недоверием и пытаемся найти здесь какой-то двойной смысл. И выхода из этого какого-то такого тупика восприятия найти очень-очень сложно. Поэтому отношения с Китаем всегда натянутые, всегда сложные и всегда требуют какого-то дополнительного исследования, изучения. Ну, по крайней мере, со стороны США больше звучит того, что Китай является угрозой. Вот, собственно, если вспомнить о том, что США и Китай заявили о глобальных разногласиях, собственно, госсекретарь США Антони Блинкин и министр иностранных дел Китая Иван И провели встречи в куларах регионального форума Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии в Лаосе. Это уже шестая встреча глав внешнеполитических ведомств США и Китая за последний год. И представитель Госдепартамента США Мэтьё Миллер заявил, что собеседники не достигли значительных договоренностей. По его словам, Блинкин вновь выразил глубокую беспокоенность США и Европы по поводу поддержки Китаем российского оборонно-промышленного комплекса. Да, Блинкин дал понять, если Китай не предпримет действий для устранения угрозы европейской безопасности, то Соединенные Штаты предложат предпринимать соответствующие меры. Я же напомню, что более года назад США и другие страны ввели санкции против более чем 300 российских и китайских торговых фирм. Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать необходимые действия для защиты наших интересов и ценностей, а также интересов и ценностей наших союзников и партнеров, в том числе в области прав человека. Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США, в кулуарах регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Лаосе. Касательно глобальных разногласий, можно ли говорить о том, что со смены президента в Соединенных Штатах эти отношения еще более натянутыми будут, и к чему эти конфликты, в принципе, могут привести? Вот это неумение сейчас, по крайней мере, договориться о чем-то. Вы знаете, лидеры двух стран осуществили некую попытку в конце 2023 года перезапустить свой диалог. Поэтому предшествовали визиты чиновников на один-два уровня ниже и интенсивные переговоры. И, казалось бы, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Они пытались, они ввели, скажем, дебаты по разным острым международным проблемам, и по некоторым двусторонним проблемам даже достигли определенного прогресса. Но, в общем и целом, вот эта взаимная подозрительность, про которую я сказал раньше, она не исчезла. И по более глобальным и острым вопросам, которые касаются... Я бы сказал, что Украина – это не первый вопрос в их диалоге, но он тоже регулярно присутствует. Первый вопрос касается двусторонней торговли, как она осуществляется. В Соединенных Штатах подозревают Китай в избыточных производственных мощностях, в демпинге, в попытках захватить американский рынок высокотехнологической продукции. И в результате, в ответ, Америка вводит против Китая разнообразные ограничения и даже санкции. И вот это все вызывает раздражение, недопонимание в Пекине, попытку найти какие-то асимметричные механизмы ответа. Это то, что наблюдается в экономической сфере. И к этому всему добавляется политический процесс войны в Украине, ситуация вокруг Тайваня, которая для Китая и для Соединенных Штатов является вопросом приоритетной важности, в которой сохраняется потенциал еще более взрывоопасного развития событий, чем даже по сравнению в Восточной Европе. Еще существуют разнообразные проблемы касательно миграции из одной страны в другую, шпионажа, торговли фентанилом и другими наркотическими веществами и так далее. То есть список этот очень и очень большой. И пока что по этому списку стороны, хотя двигались вначале, как я сказал, более-менее продуктивно, то сейчас они застряли, остановились. И вот эти последние встречи как раз подтверждают то, что перспектива диалога ухудшилась. И либо мы в ближайшее время зайдем в тупик, либо нужна еще одна встреча лидеров для перезагрузки. Но пока в Соединенных Штатах не пройдут выборы, скорее всего, такой встречи не произойдет. Более того, в Китае очень сильно беспокоятся насчет Дональда Трампа. Они оценивают шансы его прихода к власти как существенно возросшие. И уже начинают предпринимать меры подготовки к тому, что будет и что Китай будет делать, если Трамп придет к власти. Это будут, скорее всего, высокие тарифы, тарифы наложены на очень большое количество товаров. То есть Трамп вернется к той политике, которую он реализовывал до того, как был удален из Белого дома. И вот все это, скорее всего, будет подталкивать Китай и Соединенные Штаты к еще большей конфронтации в случае победы Трампа. В случае победы демократов пока что оценить перспективы сложно, но с большой долей вероятностью это будет инерция той политики, того курса, которую администрация Байдена реализует сейчас по отношению к Китаю. Дмитрий, давайте немного поговорим о китайском символизме. Кстати, вам что больше импонирует, конфуцианство или буддизм? Я небольшой эксперт в буддизме. А можно ли сказать, что конфуцианство наложило свой отпечаток на государственную политику Китая? Несомненно. Более того, эксперты оценивают политику Си Цзиньпина и на внутреннем, и на внешнем направлении как не конфуцианскую. Хотя в официальной доктрине Китайской коммунистической партии провозглашена идея строительства социализма с китайской спецификой. Хотя они подчеркивают свою преемственность по отношению к идее марксизма и ленинизма. Все-таки по наблюдениям в китайской политике гораздо больше элементов конфуцианства, которые предполагают мощное государство, патернализм, контроль за поведением экономических субъектов, лидирующую роль чиновников, их моральную, не только материальную, но и моральную ответственность и перед народом, и перед верховным правителем. Если раньше это был император, то сейчас это глава Китайской народной республики. Но все это в том или ином виде воспроизводится в китайской политической мысли и доктрине. И мысли Си Цзиньпина как раз очень сильно связаны с конфуцием, хотя опять же он этого не говорит, а акцентирует на марксизме. Но вот касательно марксизма, что очень интересно, если идея марксизма заключалась в классовой борьбе, в противостоянии классов и смене эпох за счет победы прогрессивных классов над какими-то устаревшими классами, за счет победы пролетариата над буржуазией, то из китайской коммунистической доктрины это убрано, и классовая борьба и столкновения убраны. И все там заменено на идею мудрости китайского народа, которая косвенно предполагает некую гармонию. Это опять-таки очень конфуцианские элементы, с которыми Китай теперь обращается к другим странам мира, предлагая так называемую китайскую мудрость в построении государства и международного управления в целом. Дмитрий, меньше минуты у нас остается времени. Я все-таки про китайский символизм еще с такой точки зрения хотел бы поговорить. Путин едет в КНР, Путин едет во Вьетнам, Путин обнимается с Норендрой Моди. Это все происходит с представителями регионов, где Китай пытается доминировать. После всех этих визитов происходит приглашение Дмитрия Кулебы в Гуанчжоу. Это символизм? Если мы оперируем только символизмом, то да, это в определенной степени ответ. То есть, если у Китая возникает недовольство по отношению к какому-то из своих партнеров, то ни в коем случае он не будет высказывать это открыто и прямо. Все это будет высказано в иносказательной форме, путем каких-то действий, которые пошлют сигналы, и которые подтолкнут нерадивого партнера к изменению его позиции либо поведения. Спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям Дмитрия Ефремова, доцент кафедры международных отношений Национального университета Киево-Вигелянской академии, эксперт Украинской ассоциации Китая и Ведов. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.